Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Безопасность во время чемпионата мира по футболу обсуждают в Сочи. На Красной Поляне проходит международная встреча представителей из 118 стран, курирующих вопросы безопасности. Накануне состоялись двусторонние переговоры, а сегодня пленарное заседание по двум темам. Очаги международной напряженности от конфликта к диалогу и эволюция стратегии тактики международных террористических организаций. В фойе общественно-культурного центра «Галактика» международные делегации встречали экспозиции муниципалитетов края. Специально к международному форуму была подготовлена выставка городов-героев с экспонатами времен Великой Отечественной войны. Делегация из Уганды остановилась около стенда «Сочи-город-госпиталь». Мы, конечно, рады быть в Сочи. Вот девушка мне рассказала очень, ну, история такая, которая велика, так сказать. И Сочи очень красивый город, так что хорошее место, чтобы производить такие мероприятия. Конечно, мы тоже рассказывали о городе, о его вкладе, о вкладе людей, жителей города, медиков, которые внесли в дело вообще восстановление жизни раненых солдат. И самое главное, конечно, город за то, что он сделал во время Великой Отечественной войны, был награжден орденом Отечественной войны первой степени. От того, что было, участники делегации перешли к тому, что будет. Впереди чемпионат мира по футболу. И к нам в Сочи приедет максимальное количество гостей и участников Мундиаля – около миллиона туристов. Представители 118 стран и делегации ООН. По словам секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, участники международной встречи – это признанные эксперты в сфере безопасности. Их диалог в таком формате сейчас более чем актуален и позволяет не только обмениваться опытом, но и искать новые подходы и решения проблем международной безопасности. В первую очередь Россия поделится опытом наших специалистов по обеспечению безопасности во время проведения Олимпийских игр в Сочи. Наша встреча, проходящая под эгидой Совета безопасности Российской Федерации, дает хорошую возможность для обсуждения путей противодействия различным угрозам и вызовам международной безопасности, для обмена наработанным опытом и расширения профессиональных контактов. Хотел бы подчеркнуть, что Россия готова к самому тесному взаимодействию с зарубежными партнерами на этом направлении, как в многосторонних форматах, так и на двусторонней основе. Губернатор Кубани в свою очередь отметил, что для Краснодарского края честь принимать такой представительный форум. Глава региона выразила уверенность, что участники конференции смогут также оценить гостеприимство Кубани и во время чемпионата мира по футболу. Именно здесь, в Сочи, в 2010 году состоялась первая встреча. Событие стало важным шагом на пути налаживания широкого сотрудничества в сфере международной безопасности. Наш регион ежегодно принимает 16 миллионов отдыхающих и вопросы безопасности, противодействия экстремизму, угрозам терроризма для нас имеют принципиально важное значение. Тем более, что этим летом в Сочи пройдет чемпионат мира по футболу. В завершении, коллеги, хочется сказать, что, безусловно, мы все люди, мы мечтаем, мы строим свои планы. Но самое главное условие, чтобы эти планы осуществились, это, конечно, безопасность. Я уверен, что те люди, которые сегодня находятся в этом зале, смогут обеспечить безопасность в своих городах, в своих странах и сохранить чистое мирное небо над нашими странами. Секретари Советов Безопасности, министры, помощники и советники глав государств по национальной безопасности, а также руководители спецслужб ежегодно собираются все вместе по инициативе Совета Безопасности России, чтобы координировать усилия всего мирового сообщества в вопросах глобальной и региональной безопасности. Как известно, международный терроризм меняет свою тактику и под ударом может быть любой регион. Здесь в рамках международных обсуждений была развернута выставка современного вооружения. Представлена большая экспозиция макетов мобильных комплексов специализированной противоэпидемической бригады Роспотребнадзора для борьбы с биотерроризмом, биологическим оружием против населения. Опыт применения мобильных комплексов достаточно широк. Это работа в условиях массовых мероприятий. Это и универсиада в Казани в 2013 году, саммит стран групп 20 в Санкт-Петербурге, чемпионат мира по футболу в этом году, который будет. В прошлом году мы обеспечивали санэпид благополучия при проведении Кубка Конфедерации. Сочи ежегодно принимает 6 миллионов туристов. Этим летом на курорте в рамках чемпионата мира по футболу гостей будет еще больше. Первый раз в Сочи. Это очень прекрасный город. Мы здесь встретились с очень теплым гостоприемством. Я надеюсь, что люди из Сербии будут приехать в Сочи, увидят как красивый регион, как красивый город. Это уже девятая международная конференция, на которой рассматриваются новые, более эффективные пути реагирования на глобальные вызовы. Продлится она до 26 апреля. Ровно 50 дней осталось до старта главного футбольного турнира. Эту дату отметили во всех городах участниках крупнейшего спортивного события. Сочи не стал исключением. По этому случаю ветераны советского и российского футбола прибыли на курорт для товарищеского матча. Прошел он в горах на рекордной высоте посреди снежной равнины. В одной команде игроки с громкими именами советских и российских команд, в другой – сочинских сборных. Перед началом матча спортсменов предупреждают. Каждый тайм всего по 15 минут. Горный воздух может навредить футболистам, пусть даже и профессиональным. Они играли на лучших футбольных полях мира, а тут – снежный покров, который спортсменов нисколько не смутил. В советское время мы играли и на снегу, и на песке, и на гарке, и на асфальте. И все было нормально, был результат. Самый главный – конечный результат. Поэтому на снегу, на песку, на песку. Поэтому ничего страшного нет. 50 дней до начала чемпионата мира по футболу на высоте 2064 метра. Необычный способ празднования, но с определенным смыслом, настаивают профессионалы. И вот то, что здесь, в книгу рекордов Гиннесса, занесут этот матч, который в России на самой высокой площадке находится, это хорошо. Это напоминаем. Мы готовы. Мы готовы и здесь играть, и внизу играть. Мы показываем всему миру, по большому счету, что мы готовы здесь, в Сочи уж точно, к тому, чтобы проводить чемпионат мира. Но здесь столько проводилось соревнований, и все знают. Товарищеский матч без споров и разногласий вносят в книгу рекордов России. Матч закончился со счетом 3-3. При этом ни о какой договоренности речи не шло. Как настоящие профессионалы, они боролись за каждый гол. А исход игры продемонстрировал равные силы двух звездных команд российского футбола. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Недобросовестные застройщики на Кубани могут потерять свои земельные участки. В Краснодарском крае приняли закон о дополнительных мерах защиты правообманутых дольщиков. Проект одобрили в законодательном собрании. В его поддержку перед депутатами выступил губернатор региона. Новые правила должны помочь зачистить строительный рынок от мошенников. В деталях закона проекта разбирались наши краснодарские коллеги. Краснодарский край – лидер в стране по количеству возводимого жилья, чем в свое время не применули воспользоваться и мошенники. От недобросовестных застройщиков остались 54 проблемных объекта и больше тысячи обманутых дольщиков. И это только в официальном реестре. Закон, который сегодня приняли кубанские парламентарии, направлен на защиту прав обманутых дольщиков. Изменения позволят не только помочь быстрее вводить в эксплуатацию долгострои, но и не допускать появления новых. Теперь компании напрямую рискуют своим имуществом, если не выполнят обязательства перед дольщиками. Я сегодня максимально понимаю людей, которые с плакатами уходят. Они говорят, слушайте, хватит обещаний. Мы ждем от власти реальных действий, реальных шагов. В законе предусмотрена норма, по которой, если в течение полугода, после окончания срока ввода дома в эксплуатацию, дом не сдан, то не так, не переводить его в долгу из года в год. Есть право власти в законном порядке выйти с иском суд и прекратить право у этого недобросовестного застройщика на земельный участок. Даже если стоит на нем уже возведенный какой-то дом в разной степени готовности. И он должен понимать, что если он недостроит, никто не будет за ним бегать, уговаривать. И мы вовремя будем иметь возможность, согласно настоящего проекта закона, реагировать и вовремя вмешиваться, что сегодня принципиально важно. Аналогичных законов в субъектах на уровне федеральном нет. Первопроходством всегда сложнее быть. У нас нет других вариантов, как во взаимодействии эту проблему нужно решать. И это хорошее начало. Идея законопроекта – это совместная работа администрации региона, прокуратуры и краевых депутатов. Перед принятием новых правил прошли заседания четырех рабочих групп, парламентские слушания, обсуждения со строительным бизнесом и контролирующими органами. Закон не должен обвалить рынок жилья, но в то же время обязан не допустить появления новых обманутых дольщиков. На предупреждение всевозможных ухищрений, чтобы люди понимали, что хватит обманывать, хватит и губернатор сегодня сказать, что уже дошли до точки и дальше уже пути нет. Вместе с зачисткой строительного рынка от мошенников закон направлен и на поддержку тех, кто доделывает за недобросовестными подрядчиками их работу. Часто это просто невыгодно. Поэтому такие инвесторы в качестве компенсации смогут без торгов получить участок земли. Однако его стоимость не должна превышать расходов на достройку многоквартирного дома. Сейчас тоже была непонятная ситуация, когда дом, чтобы достроить, нужно 10 миллионов или 50 миллионов. А участки тому инвестору, который этот дом достраивал, давали на 250 миллионов. И тоже непонятно. Это уже схемой называется. Но несоразмерно получается цена вопроса за достройку дома и компенсацию. Поэтому здесь в нашем сегодняшнем законе четко определен порядок. Каким образом, какая соразмерность компенсации. И вообще предусмотрена впервые возможность это в рамках уже краевого закона сделать. Это для нас принципиально важно. Сегодня депутаты приняли еще один знаковый для региона закон. О развитии животноводства в Краснодарском крае. Эта отрасль остается в тени за рекордами урожая зерновых. Разводить скот – дело затратное и не такое рентабельное, как, например, выращивать пшеницу. Поэтому на Кубани явный перекос в сторону растеневодства. Из-за чего в аграрный регион порой приходится завозить мясо или молоко. На Кубани на сегодняшний день содержится более 500 тысяч голов крупного рогатого скота. И, конечно же, этого мало. Потому что задачи, которые ставятся к 30-му году, производство молока нарасти до 2 миллионов 100 тысяч тонн, производство мяса до 800 тысяч тонн. Новый закон предусматривает целенаправленные субсидии тем, кто занимается животноводством. И не важно, это средней руки фермеры или крупное хозяйство. При этом надо понимать, что вся эта поддержка вперед за собой потянет и сами сельские территории. 1,2 миллиарда мы с вами сегодня выделяем на поддержку животноводства. 1,2 миллиарда. Это только на животноводство. И согласно этого закона мы эту сумму будем увеличивать. Но здесь, в первую очередь, субсидии должны быть не компенсационные на какие-то затраты, а субсидии должны быть на развитие. Если мы разовьем сегодня животноводческую отрасль, она где, в первую очередь, на селе, рабочие места, зарплаты, налоги? Вот нам надо сегодня максимально поддержать же сегодня сельскую жизнь. Поэтому здесь не просто мы развиваем животноводство, мы еще раз подчеркиваю, мы развиваем сегодня жизнь на селе, максимально делая ее активной. И тем самым делая рост благосостояния жителей села и поднимаем его, по крайней мере, уже до нормального уровня. Поддержка животноводческой отрасли уже принесла свои результаты. Если три года назад в фермерских хозяйствах в среднем получали 90 тысяч тонн молока, то сегодня все 112 тысяч тонн. А это не только гарантия продовольственной безопасности, но и условия для самозанятости в хуторах и станицах Кубани. Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Краснодар. Каково будущее сочинских долгостроев? Накануне в городской администрации состоялось совещание, посвященное объектам незавершенного строительства. На заседании пригласили застройщиков, которые отчитались, на каком этапе возведения многоквартирных домов. В Сочи, согласно Краевому реестру, порядка 20 долгостроев. Тысячи дольщиков ожидают своих квартир, за которые давно расплатились. Приблизить новоселье помогают городские власти, хотя по закону долевым строительством уполномочен заниматься регион. У нас сохранились те же самые объекты, которые были на 1 января 2017 года. В планах этого года из 17 объектов ввести в эксплуатацию в различные предусмотренные действия законодательства и форме не менее пяти. Строительство этих объектов по факту завершено, либо приближается к финальной точке. Остались детали. Где-то необходимо продлить разрешение на строительство, где-то наладить коммуникацию с предприятиями ЖКХ. Застройщик жилого комплекса «Маэстро» ждет справку от водоканала. Сейчас у нас на сегодняшнем с МУПом уже есть договор о подключении. У нас на сегодня есть уже технические условия. Но по факту сама справка от МУПа, выполнение технического условия, она в работе. В течение дня дней сделайте эту справку, у вас она готова. Что это за один день можно сделать? А вот чтобы разобраться с наследием другого застройщика, Анзора Паруид, за одного дня не хватит. Его арестовали по подозрению в мошенничестве. Только в ЖК «Москва» 650 договоров долевого участия. Но и здесь вопрос двинулся с мертвой точки, с приходом нового директора. Когда у тебя последний дольщик уйдет от нас? Я думаю, что уйти-то уйдет в течение двух-трех месяцев, мы передадим дольщик. Ну и, соответственно, мы объект не бросаем и будем доделывать. Но потребуются серьезные финансовые вливания – приблизительно 35 миллионов рублей. К слову, городские власти принимают участие и в поиске инвесторов. Так, шансы ввести в эксплуатацию объекты незавершенного строительства возрастают в разы. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». К реконструкции дороги Джубга-Сочи приступят в 2019 году. А до 2025 года субъекты России могут претендовать на участие в приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги». О перспективах сегодня говорили в Сочи. Здесь собрались представители 45 субъектов страны и 30 управлений федеральных автодорог. О повышении безопасности дорожного движения на автодорогах эксперты из разных стран говорили в рамках международной и ежегодной конференции. Эта проблема не имеет территориальных границ, поэтому к разговору российская сторона пригласила и зарубежных коллег. Обмен опытом – дело важное. Совершенствовать требования в этом вопросе необходимо регулярно. Количество ДТП с участием пешеходов и пассажирского транспорта случаются часто. На федеральном уровне постоянно ищут новые пути решения самой распространенной проблемы на дорогах. Сегодня снова говорили об очередных требованиях к подвижному составу и более серьезных подходах к обучению водителей. «Ведется ужесточение в части административной ответственности за нарушения. В целом, правила дорожного движения, включая части пешеходных переходов, это действительно глобально тяжелая задача – разрулить эти транспортные пешеходные потоки. В конце прошлого года очень серьезный федеральный закон вышел, готовятся подзаконные акты, которые позволят закрепить законодательно именно вопросы безопасности перевозок пассажиров. В этом направлении работа ведется». Безопасность и качество в данном случае – синонимы. Статистика ДТП зависит и от качества дорог. К слову, здесь же на международной конференции стали известны сроки начала ремонта трассы Джубга-Сочи. Новая дорога станет не только безопасной, но и разгрузит трафик. Технические параметры реконструкции уже рассмотрены в Федеральном дорожном агентстве. «Это те участки, на которые уже имеется проектно-смертная документация. Это от Мамайки, если не ошибаюсь, в обход Дагамы с Айлоо, так называемый третий пусковой комплекс обхода Сочи. И мы надеемся, что уже в 2019 году мы приступим к реализации этого проекта. Думаю, что и в целом вся дорога от Джуббы до Сочи будет реконструирована». Помимо самой конференции, главные дорожники страны проведут в Сочи и специальную акцию для безопасности детей на дорогах «Засветись». Мероприятие пройдет в 100-й сочинской школе. Ольга Десятого, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». С 23 часов 25 апреля в связи с аварийно-ремонтными работами на водоводе будет отключено водоснабжение улиц Донская, Виноградная, Верхняя и Нижняя Мамайки. Возобновить подачу воды планируется к 8 утра. К другим новостям. Стал известен план мероприятий ко Дню Победы в Сочи. Праздник на курорте будут отмечать несколько дней. 30 апреля пройдет социально-патриотическая акция по водружению флага Победы на башне Ахун. 7 мая в Зимнем театре глава города Анатолий Пахомов торжественно поздравит ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы. На следующий день, 8 марта в 20.00 состоится традиционная акция «Свеча памяти». Все желающие пронесут зажженные свечи от Северного мола морского порта к Южному. 9 мая в 10.00 от Зимнего театра начнет движение колонна Бессмертного полка. По маршруту шествия будет ограничено движение транспорта. Это курортный проспект и прилегающие к нему улицы. Концерты, выставки, конкурсы и викторины будут проходить в этот день во всех районах курорта. 8 мая в 10.00 в кинотеатрах «Юбилейный Сочи» и «Комсомолец» пройдут бесплатные показы военных фильмов. А в музеях в праздник Победы для всех посетителей объявлен День открытых дверей. 60 работодателей и 2500 соискателей. Все они приняли участие в краевой ярмарке вакансий «Планета ресурсов». Здесь сочинцы узнали о вакантных должностях в городе и своем районе. Сегодня же в Центре занятости населения прошли профориентационные мероприятия для абитуриентов. Ребятам специалисты помогают определиться с выбором будущей профессии. На сегодняшний день в городе требуются фармацевты, официанты, повара, медперсонал, специалисты по кадрам, риэлторы, менеджеры, банковские специалисты. Всего же в базе Центра занятости курорта более 5,5 тысяч вакансий. На учете же в поисках работы 725 сочинцев. Таким образом, на одного незанятого горожанина приходится порядка трех вакансий. В рамках именно таких краевых ярмарок вакансий больше приглашаются на собеседование к работодателям, потому что это прекрасная возможность напрямую провести собеседование с работодателем и получить приглашение уже трудоустроиться на работу. Порядка на 30-40% в результате ярмарки трудоустраивается. К слову, по итогам прошлогодней краевой акции «Планета ресурсов» успешно трудоустроилось 3,5 тысячи человек. Дополнительно к сегодняшней ярмарке вакансий привлекли учебные заведения среднего и высшего профессионального образования. Здесь старшеклассники узнали о востребованных профессиях, прошли профориентационное тестирование, что также помогает ребятам сделать свой выбор. Лучшие будущие логопеды со всей страны приехали в Сочи. Город принимает Всероссийскую студенческую олимпиаду по логопеде. Ее финальный этап организовал и проводит Сочинский государственный университет, опорный вуз Краснодарского края. Сегодня состоялось торжественное открытие этого масштабного мероприятия. Расскажет Ольга Десятого. Перед открытием Всероссийской олимпиады обязательное фото на память. Ведь не каждый день студенты бывают на мероприятиях такого уровня. Ну а уже в актовом зале Сочинского государственного университета будущих логопедов со всей страны приветствуют почетные гости, организаторы и члены жюри олимпиады. Эта олимпиада проходит под эгидой Министерства образования и науки Российской Федерации. Мероприятие федеральное – это один из наиболее важных этапов развития студенческого олимпиадного движения в России. Министерства придают этому очень большое значение. Эта олимпиада дает возможность студентам раскрыть свои профессиональные возможности. Это путь к их дальнейшему профессиональному росту и успеху. В финал Всероссийской студенческой олимпиады по логопедии вышли 18 команд, представляющих вузы из разных уголков страны. Это Москва, Уфа, Коломна, Омск, Владивосток, Орел, Пермь, Самара и целый ряд других. Участников более сотни. В финал интеллектуального состязания вышла и команда опорного вуза Краснодарского края. Это логопеды из Сочинского госуниверситета. Для нас это очень значимо. Мы очень долго к этому шли, готовились, очень сил много вложили в это и стараний. В этой олимпиаде мы сможем попробовать себя как специалисты, наверное, именно и с практической, и с теоретической точки зрения, потому что конкурсы подготовлены всесторонние. В день открытия Всероссийской студенческой олимпиады по логопедии состоялась жеребьевка. Капитаны каждой из 18 команд определили последовательность, в которой они будут выходить на сцену со своими конкурсными выступлениями. Кстати, они стартовали уже сегодня. Завтра в программе олимпиады конкурс проектов и творческие задания. Завершатся Всероссийские соревнования логопедов 27 апреля. В этот день состоится церемония награждения победителей. Ну а общим для всех участников подарком станет экскурсия в Олимпийский парк Сочи. Ну и, конечно же, новые знания в этой сложной и очень важной профессии. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ. Зарядись к чемпионату. Сочинцы могут принять участие в конкурсе видеороликов. Хронометраж видеоролика для конкурса должен составлять от 30 до 60 секунд. В кадре может находиться один или несколько человек, выполняющих различные спортивные упражнения. В конце ролика обязательно должна прозвучать фраза «зарядись к чемпионату». Участниками смотра могут стать жители Краснодарского края в возрасте от 14 до 20 лет включительно. Для этого нужно пройти регистрацию через автоматизированную информационную систему молодежи России и не позднее 18 мая передать заявку и сам видеоролик организаторам. Работу конкурсантов комиссия будет оценивать по пятибальной системе. Результаты будут объявлены 14 июня, в день старта мундиаля, сообщает Пресс-служба Краевого министерства образования, науки и молодежной политики. Сочи присоединился к российскому ресторанному фестивалю. На курорте стартовал третий всероссийский фестиваль, который пройдет с 20 апреля по 6 мая в различных ресторанах страны. География фестиваля значительно увеличилась. Одновременно городами-участниками станут 14 городов. Калининград, Владивосток, Санкт-Петербург, Сочи, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новосибирск, Екатеринбург, Хабаровск, Казань, Воронеж, Самара и Уфа. Впервые фестиваль состоится в Москве. Лучшие рестораны предложат гостям дегустационные сеты из трех-пяти популярных или новых блюд по фиксированной цене 990 рублей. Многие сделают акцент на традиционных рецептах своих регионов. В рамках фестиваля все сеты будут дополнены специальным предложением. Подробную информацию об участниках и датах специальных ужинов и лекций можно узнать на сайте фестиваля, сообщают организаторы.